Вакцинация против гриппа, химический состав воздуха, продукты с надлежащим сроком годности, правильное питание и оказание безопасных косметических услуг. Эти аспекты относятся к разным сферам жизни. Однако есть то, что их объединяет. Всё это напрямую влияет на здоровье человека. Тема важная. Потому к санитарно-эпидемиологической обстановке особое внимание. Принятые меры по её обеспечению и обсудили на заседании с полкома. Анализировались итоги уходящего года. Более 10 лет на территории города Бобруська не регистрировали случаи заболеваемой дифтерией. За 10 месяцев зарегистрировано 4 случая подозрительных на заболевание кори. Окончательный диагноз кор установлен в трёх случаях. Все случаи у нас были завозные. Один случай из России, один из Литвы и один из Украины. То есть в принципе, но благодаря совместным действиям, определению контактных и проведению экстренной профилактики, мы предотвратили распространение данной инфекции на территории города. Проведённая вакцинация также позволила избежать 64 тысячи случаев гриппа и ОРВИ среди горожан. Статистика доказывает, привитые работники болеют меньше, чем те, кто пренебрёг уколом здоровья. К слову, есть предприятия, которые не обеспечили надлежащим образом иммунизацию своих сотрудников. В этом списке – ТДИА, ЛИК, промразвитие, филиал Могилёв «Облгаз» и почтовый узел связи. Немаловажной также стала тема чистоты на прилегающих территориях организаций, торговых центров и в целом в городе. Одно из предложений – установить больше урн. Тогда и мусорить будут меньше, акцентирует главный санитарный врач. Если вопрос касается урн, и он сегодня актуален для города так сильно, тогда буквально в течение двух недель, Лилия Николаевич, совместно с Управлением архитектуры и умнальными службами проработать типовое решение по урнам, рассмотреть варианты, которые необходимо нам сделать, и буквально за зимний период, к 1 апреля, их изготовить с 1 апреля быстрее. Во время обсуждения санэпид-обстановки председатель горизполкома обратил внимание на то, что есть пробелы, которые касаются питания. Александр Студнев отметил, необходимо до конца этого года провести еще одно заседание, где детально разберут важный вопрос. Но об этом расскажем позже.